Вот в этом своем видео я рассказывал, как горячие кнопки помогают ускорить работу, как это вообще удобно и как ими пользоваться. На мой взгляд, горячие клавиши весьма полезны и их стоит учить. Но проблема заключается в том, что в самом After Effects никаких настроек для горячих клавиш нет. То есть вам предлагают пользоваться теми, которые уже в программе есть и собственно все. Я нашел вот такую вот инструкцию для Mac и для Windows. Ссылка на нее в описании. И заключается она в том, что мы идем в настройки After Effects. Нажимаем вот эту вот кнопочку. Открывается папка, где лежат все собственно говоря настройки After Effects. Вот смотрите, что тут ваша версия. версия должна быть. И вот тут такой файл лежит. Как видите, у него в названии английский язык. Вот эта вот аббревиатура прописана. Так что возможно тех, у кого иногда пропадают горячие кнопки, я знаю, что в интернете периодически возникает какая-то тема, что у людей перестает работать Ctrl-Z. Непонятно, почему это происходит. Возможно, если вы поменяли язык программы каким-нибудь нестандартным способом. Тоже заменой файл. Знаете, в интернете ходят такие методы. Проще переставить, конечно же. Но люди вот так мают, и потом у них пропадают горячие кнопки. Вот может поэтому и происходит. И мы открываем этот файл текстовый. Вот, например, Ctrl-Z. Команда. Как видите, тут список. Вот это вот клавиши, которые мы можем использовать. И все команды. Например, вот вернемся к Ctrl-Z. Находим. Кстати, конфликтов, естественно, быть не должно. Ну, давайте Ctrl-Z поменяем. А, кстати, нет. Сначала, прежде чем что-то здесь менять, неплохо бы этот файл куда-нибудь сдублировать, копировать. Ну и не знаю, куда-нибудь сюда вот вставлю. Пусть лежит потом, чтобы можно было к нему вернуться. И, например, Ctrl-Z поменяем на... Ну вот, ну ладно, вот он групп я удалю вообще отсюда. Вернее, сначала скопирую вот эту комбинацию. Вот эту команду удалю. Сюда вот вставлю, сохраняю, закрываю и перегружаю AfterEffect. Как видите, после перезагрузки команда Under поменяла свои горячие клавиши на Ctrl-Shift-G, собственно, которую мы... Ctrl-Shift-G, которую мы забили в этом файле. Вот. Если что-то пошло не так, просто возвращаем тот файл, который у нас с бэкапом, вставляем, переписать и перегружаем AfterEffect. Ну вот мы и снова с Ctrl-Z. В общем-то, вот так просто все это и происходит. Мне только не удалось найти команды, которые в этом файле содержатся. То есть вот эти вот, например, если хочется какую-нибудь функцию, на которой нет горячей клавиши, повесить на горячую клавишу, то вот этого нету. У меня вот, например, на форуме на одном нашел тему там чувак спрашивал, как вот эту вот штуку повесить на горячую клавишу. Потому что, например, вот как видите, лог есть, а для соло нету. Но я не смог найти список вот этих вот команд, которые здесь. Но, однако, те, которые здесь уже прописаны, вы можете спокойно менять. Главное, смотрите, чтобы не было конфликтов между другими кнопками. То есть вот эту комбинацию, если хотите заменить, еще и поищите ее по файлу, не встречается ли она где-то в другом месте. На этом все. Обязательно посмотрите вот это видео про горячие клавиши в AfterEffect. Также можете посмотреть и про горячие клавиши в Premiere. Тоже весьма клево для тех, кто занимается монтажом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok